Мировой литературы 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 рассматривать ноосферное мировоззрение и, самое главное, научную парадигму, из него вытекающую. Но это потом дискомцам же овладение реинкарнацией позволяет умирать, когда им это нужно, и когда им это нужно возрождаться в новых делах. Не больше и не меньше. Кстати, они также владеют, скажем так, искусством автонозии, тем самым, которым в часе быка Ивана Ефремова инженера Тайли научила Файродис. Для чего им это нужно? Об этом позже. Но именно поэтому они могут состоять в диске много тысяч лет. Бред, скажете вы, и зря. Научные исследования и реинкарнации, а также людей, прошедших состояние реанимации, хочешь не хочешь, заставляют относиться к этому серьезно. Лично меня в этом плане больше всего интересуют исследования двух учебных, американского Яна Стивенцова и британского, самопарня. На этом мы сегодня, думаю, закончим. Повторяю, это первый ознакомительный разговор. Я пока не хочу сильно углубляться в этой теме, но мы продолжим. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...